Чеканя стройный шаг, они маршируют под звучание нот военного оркестра. Абхазские военнослужащие оттачивают последние шероховатости на генеральной репетиции предстоящего парада в честь 26-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии. Сейчас важна каждая деталь. За шествием пристально наблюдает министр обороны Мираб Кешмария. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! В этом году в параде примут участие более 500 военнослужащих. Сценарий мероприятий определен заранее. После поздравительного слова министра обороны коробки торжественно пройдут по улице Айтгылара. По оценке министра обороны и командующего парадом первого заместителя министра обороны генеральная репетиция парада прошла на должном уровне. 30 сентября в день победы после церемонии возложения здесь у мемориала славы ориентировочно в 12 часов пройдет торжественное прохождение парадного расчета Министерства обороны, 7-й военной базы Министерства обороны Российской Федерации в честь 26-й годовщины победы. Важная роль в организации парада принадлежит музыкантам. Без военного оркестра не проходит ни одно торжественное мероприятие Министерства обороны, как эта встреча в генеральном штабе в преддверии Дня Победы. Без малого 26 лет отделяет современную Абхазию от того дня, когда на государственной границе по реке Ингур наши войска водрузили Знамя Победы. Невероятно тяжкой и кровопроводительной оказалась дорога к Победе. Через огромные жертвы, тяготы и лишения шел к ней народ. Мы не могли не победить, ибо за нами стояли наши вековые традиции, наше будущее, само существование Абхазии. Мы выстояли и победили, потому что сражались за правое дело. Поздравить военнослужащих с наступающим праздником пришел ветеран Отечественной войны народа Абхазии Аслан Кубахия. Нам удалось достичь победы ценой огромных потерь. И выйти из этой сложной ситуации получилось возможным во многом благодаря подвигу вооруженных сил, подчеркнул герой Абхазии. Я считаю, что не до конца изучен весь славный путь наших вооруженных сил. Вооруженные силы Республики Абхазии создавались во время войны по ходу боевых действий. Просто из ополченцев потихонечку создавались взводы, роты, батальоны, рода войск. Все это вместилось в год и в два месяца. Все это надо было организовать, все это надо было создавать, и все это надо было применять для того, чтобы изгнать врага с родной земли. В рамках торжественного собрания, согласно приказу президента Республики, Аслан Кубахия был награжден медалью за победу. Ряд военнослужащих были удостоены очередных званий. Для получения очередного воинского звания старшего лейтенанта прибыл. Собрание по случаю наступающего дня победы в Отечественной войне народа Абхазии завершилось праздничным концертом. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани. Для Событий недели.